Друзья, добрый вечер. Сегодня произошел классный казус, связанным с сегодняшней нашей акцией, с тем, что мы анонсировали привезти в офис, вернее, в бизнес-центр Коломойского, в аппарат президента Шину, Шину Майдана, и привезти такую же Шину Майдана Зеленскому. В общем, скажу так, Зеленский обосрался и позвонил Баканову. Значит, в СБУ поступила разнарядка мочить активистов Майдана, организаторов протестных акций и так далее. Так вот, такая разнарядка произошла непосредственно по мне и Игорю Савчуку. Теперь говорю подробности. Значит, сегодня после анонсирования акции в 12 часов 30 минут на блог-платформе Энигма вышла чернушная статья. И опубликовал ее такой себе профиль Маруся, по-моему. Маруся или как вы говорите? Маруся. Профиль Маруся. Значит, ну, соответственно, эти дебилы даже не поняли, ну, с кем они имеют дело. Они решили блог-платформу Энигма, понимаете, то есть блог-платформу Энигма, то есть там, где патриоты являются создателями этой, я так скажу, платформы, они разместили чернуху на нас. Теперь немножко скажу о чернухе и о тех дятлах, забильных в СБУ, которые сейчас исполняют этот приказ и, так сказать, мочат организаторов, активистов и патриотов. Эти дебилы, вместо того, чтобы включить мозг, провести какую-то аналитическую работу, забить там в свои базы, там, 155-й раз фамилию Бондаренко, посмотреть, а что же есть на этого Бондаренко? Или же на Савчука? А что же есть на этого Савчука? Ага, там ни хрена нет, потому что до вас уже все смотрели и проверяли. Потому что мы потенциально еще три года назад должны были в эту службу пойти, и по четыре, и по некоторым обстоятельствам мы работаем с этой службой уже шесть лет, но мы туда не пошли официально работать, официально не оформлены и так далее. Так вот, эти дебилы этого не знают. И они пошли другим путем. Они пошли в интернет, начали искать на Бондаренко и Савчука компромат и нашли его. И далее сделали копипаст этого компромата, копию, полностью скопировали и опубликовали на блог-платформе «Энигма». Вы же знаете, что этот сайт заблокирован, и, наверное, эти дебилы-СБУшники должны знать, что я хожу на суды по «Энигме», по разблокировке этого сайта. То есть эти дегенераты, по сути, на аффилированном с нами ресурсе, на котором у нас есть авторитет и уважение, размещают компромат трехлетней давности с какого-то говносайта. А теперь немножко о компромате. Значит, это ФСБшный компромат. Это то, что по нам собирал поребрик. Там же вы дебилы, смотрите, я обращаюсь к тем дебилам, которые эту информацию, ну, сотрудники СБУ, которые разместили эту информацию. Там же по тексту используются слова, которые не использует ни один украинец, даже русскоговорящий. Это четко запоребриковские копирайтеры используют эти слова. Там «осквернение политиков». То есть Бондаренко – медиатеррорист, Савчук – медиатеррорист. Они занимаются «осквернением политиков». Там используются эти слова, такие как «не воевал в Чечне», «ватник – бушлаг». Понимаете, да, можно сказать, ладно, по совковому слову «бушлаг», но кто говорит на «бушлаг» – ватник, армейский ватник. Что Бондаренко и Савчук даже в армейских ватниках нигде не ходили, в гражданской одежде. Так вот, хочу сказать, это профиль конторский. В этом профиле это Маруси, 80 статей. У нас есть больше данных, которые мы передадим куда надо по этому профилю. Но это профиль СБУшный. И нам сейчас просто-напросто, ну, смешно. СБУ занимается, получила команду заниматься дерьмом. Зеленскому не понравилась под домом шина. Меня это очень радует. Я еще раз говорю, значит, я на правильном пути. Я сделаю так, что шина будет каждое воскресенье. Господин Зеленский, я буду стоять с шиной каждые выходные. Для того, чтобы ваши соседи, ваши знакомые, ваши друзья видели меня там с шиной Майдана. Я буду вас дальше раскачивать. Мне не нравится ваша малоросская позиция. Это моя гражданская позиция. Ее буду защищать. И вам не поможет ни вот эти вот бляди медийные, которые служат в СБУ и размещают вот эту порнографию. Даже хер с ним, с этой вот чернухой и порнографией. Но какими надо быть дебилами, чтобы запоребриковские тексты публиковать? Какими надо быть дебилами? Не вычитывая. Да, не вычитывая. Ничего, ни с подтекста не вычитывая, не разбираясь, просто копипастить. Ага, есть на Бондаренко, есть на Савчука, Бондаренко компромат. Вот они, черные пиарасы. Там, вот они там оскверняют. Вот они там псевдотошники, псевдо-майдановцы и так далее. Мы что, понимаем, для чего это делается? Но одно не понимаем, с какими дебилами вы работаете. Так вот, я еще больше не хочу, чтобы такие, как вы, и вся ваша вот эта дебильная команда была у власти, потому что вы дегенераты. Дилетанты. Дилетанты. Вы даже не можете, не можете собрать какой-то компромат. Ну, его тяжело собрать, да? Потому что 6 последних лет я публичное лицо, ко мне придраться не за что. Раньше попробуйте, найдите, за что можно придраться. Я был бизнесменом, я платил налоги, и у меня все в жизни было прекрасно. Вот. Поэтому, товарищ Зеленский, прекращайте заниматься херней. И заберите своих дегенератов, дебильных, тупых из СБУ. И не мешайте работать в службе безопасности, исполняя свои прямые обязанности. Например, херануть Портнова, вот. Или же каких-то Себоров. Медведчука. Да, Медведчука, каких-то Себоров. Да, работайте после СБУ заниматься врагами, внешними, внутренними врагами Украины. Вот. С херали. Потому что вы усрались, СБУ должно заниматься активистами. Савчуком и Бондаренко, которые сегодня решили восстановить движение Автомайдана, чтобы чаще к вам можно было ездить. И возить вам шины. С херали вам заниматься Савчуком и Бондаренко в вашем СБУ. Занимайтесь с нашей безопасностью. Пусть СБУ занимается безопасностью нашей страны, а не нами. И, друзья, я напоследок хочу сказать, что скриншоты сделаны. Статьи на Энигме уже нет. Все данные этой Маруси есть. Я в ближайшее время то, о чем я сейчас рассказал, я в ближайшее время вместе с документами, скриншотами обязательно опубликую на Бондаренко.Лив. И с тем, что перед этим происходило, я всю цепочку покажу, понимаем, что я никому не важен. Продолжение следует...